...производитель сельскохозяйственной техники, изобретатель. У него много изобретений, много моментов. Он коротко высказал свою точку зрения по теме снижения ресурсных нагрузок и повышения конкурентоспособности российской аграрии путем модернизации и восстановления ремонта сельскохозяйственной техники. Пожалуйста, Леонид Семенович. Уважаемые гости, уважаемые господа. Ввиду такой капризной прогоды, я думаю, мне будет дано возможность говорить честно, поэтому быстро. Я попытаюсь изложить свою позицию коротко. Академик Виндельштадт сказал какую-то замечательную фразу, что агротехнология без биологии, она слепа, а агротехнология без механизации, она мертва. Вот я свою деятельность посвятил в мёртвой зоне, работе над механизацией сельского хозяйства. Я бывший работник у МНИТЕМИ, когда-то испытывал всю технику, области, которые сегодня серийными стоят на технике. Набрался некоторого опыта, увидел проблемы и неразвешенные точки, на мой взгляд. Вы знаете, о нашем народе говорят очень много интересных вещей, но мне нравится одна из них. Русские люди славятся своим замечательным умением находить выход из самых трудных ситуаций, но они находят, и ещё обладают умением, находить туда вход. Так вот, по проблемам механизации у нас очень много противоречий и очень много недостатков. Я всех них скрыть не могу, но я свою работу, все свои работы, посвятил тому, чтобы решить отчасти некоторые из них. Я приведу примеры, которых здесь нет, а есть один из образцов, который стоит на выставке, а вживую можно посмотреть. Семь лет назад началась работа над созданием российского, отечественного зерноуборочного комбайна высокого класса категории эконом. Она закончилась тем, что на сегодняшний день в городе Стрельдамаге, республике Башкирия, создано производство по выпуску этого зерноуборочного комбайна. Комбайн прошёл все стадии материализации в нашей стране. Мы получили сертификат таможенного союза, прошли государственные испытания, получили медали всевозможные на выставке «Золотая осень» в Москве. Сегодня стоит самая трудная задача перед нами, это приорит технологии и продвижение его на рынок. Это оказалось ещё труднее, чем создать эту машину. Мы предложили, чтобы предоставить вам состоятельность своего предложения, мы вошли открыто с предложением министру Мандрову, чтобы организовать сравнительные, реальные, конкретные, единовременные испытания всех зерноуборочных комбайнов, продающихся в нашей стране, на единой площадке в условиях машиноиспытательной станции. Мы от всех поставщиков получили отрицательный ответ. Под разными предложениями. Почему занимаемся механизацией? Вот в силу того, что технология без механизации мертва, накопившиеся проблемы не дают нам, нашим христианам, быть конкурентоспособными. Всех проблем мы решить не можем, и я в том числе, как индивидуальный предприниматель. Поэтому на примере зерноуборочных комбайнов мы показали, что в России можно выпускать комбайн АКРА с ценой на 3 миллиона дешевле. Разве это не выигрыш при 4 тысячах комбайнов, допустим, в Краснодарском крае, по мощности 4 тысячи на 3 миллиона каждый. Вот снижение ресурсной нагрузки на наших сельхозпроизводителей. Следующая проблема, на которую удалось обратить внимание и над ней успешно поработать, это взять, к примеру, скажем, зерноуборочную, зерновую селку СЗ-5-4. Классическая селка, технологические принципы, которые были, кстати, замечательные технологические принципы, были заложены еще в 1936 году. И вот эта селка работает с этими принципами, работает по сегодняшний день. И в сегодняшний день она показала, что она не уступает любым конкурентным селкам обычного, естественного посева обычных культур. Рассмотрев недостатки и достоинства известных селок, мы провели ряд конструкторских работ, и чего мы добились? Нам удалось, на наш взгляд, на наш взгляд, нам удалось сметить стоимость этой же селки, одного квадратного или одного погонного метра, и в целом селки на 300 тысяч рублей. Мы поулучшили ее эксплуатационные свойства, увеличили ее надежность, улучшили условия труда. Этот объект стоит сегодня на выставке, вы можете прийти, посмотреть на него, она называется селка Дарья. Можно по ней поговорить, можно поспорить, можно пообсуждать проблему, но она объект есть, и мы добились вот такого результата, и мы хотим его предложить и другим, или поставить на производство в Краснодарском крае. Основной есть достойность селки, что нет, фактически нет ни одной импортной детали. Вот представьте себе, селка промышленного уровня, я думаю, что вы убедитесь, собиралась в частном подворье силами трех человек. Мы этим примером не показываем свой героизм, мы говорим, что если технологически, по-русски умно подойти к решению проблемы, то можно найти замечательное, простое решение, даже в самых трудных ситуациях. Чтобы вам было более интересно в эту холодную погоду слушать в том числе мое выступление, я вам предложу еще одно небольшое экзотическое предложение, которое реализовано в процессе изучения проблем нашего сельского хозяйства. Одну секунду. Перед вами несколько элементов обычной канализационной трубы, всего лишь. Но эти все элементы объединены в одно устройство. Я вам демонстрирую, просто отойдут на карфон и покажем. Я его надеваю на плечо, заправляю сюда 1200 доз смертельной отравы для мишей. Человек повесил, делал его, и ходит, разбрасывает отраву в поле. Вы представляете, у нас ежегодно до полутора миллионов человек три раза в год выгоняются, чтобы об лавой ходить на мишель. И причем все работают со старинным инструментом, секрет которого я просто постеснялся вам показывать. А звучит оно так, ложка на палке и ведро. И в основном женщины ходят. А вы представляете, это зима, это холод, руки, обе руки заняты, ходить по грязи, по сельсклябить. И вот оно решение, решение проблем. Цена вопроса. Цена вопроса. Ну мы это позиционируем, мы это позиционируем за 800 рублей. Звучит? Звучит. А знаете в чем проблема? Не про нестойность, оно дешевле стоит. Проблема в том, чтобы вот эту трубу привезти с Ростова, собрать, наденить наконечник и опять ввести в Ростов для продажи. Логистика на эту трубу уходит бешеная. Это устройство надо... Это устройство, оно не работает. Включите микрофон. Да, да. Это устройство, оно должно выпускаться в точке производства вот этой трубы. Вот в Динском районе, да, Донпласт рядом с этим заводом, какая-то фирма бывает. Мы, я не пытаюсь это производить, я делаю гвозди, я не хочу забивать гвозди. Это устройство прошло государственное испытание на месте. Есть протокол испытаний. Защищено двумя подентами. Аналогового в мире не имеют. Отработана технология, отработаны... Есть чертежи, все. Мы продаем эту технологию. Потому что в Новокубанский брать, производить, возить трубу, а потом развозить снова на Ставрополь, но она вылетает, цена, вот та цена, которую я вам назвал. Я что хочу сказать. Так получилось. Бывший работник института, все получало, все хорошо, была хорошая карьера, но оказался на воле у предпринимателей. Работая с нашими потребителями, крестьянами, ездя по хозяйствам, скажем, вот такую систему мы выпускаем уже 8 лет. Это система полуавтоматической регулировки натяжения ременных передач. Ее, такой системы нет в мире до сих пор. Уже 800 комбайнов оборудовано в стране этой системы. Я прошел испытания с этой системой на комбайне Дон, на комбайне Нива, на комбайне Вектор. В этом году испытывается на комбайне Акрос. Готовы обязать любой комбайн, какой только есть. Так, опыт отношений показывает, что потенциал, творческих потенциалов, изобретательность наших людей такова, что мы, в принципе, готовы решить, могли бы решить любую проблему. Только не надо оглядываться нам на импорт. Я вам скажу такую фразу. Я официально заявляю, как бывший испытатель. На этой выставке стоит много замечательных, великолепных, отличных, отменных, так и, чёрт, ты знаешь, какие слова придумать о комбайнах. Но нужных для России здесь ни одного. По соотношению цена-пользы, это комбайны, которые разогряют и создают нам последствия в будущем. Расчёт последствий, которым никто не занимается, в том числе и наша наука. Но, к сожалению, ситуация такая. Все зомбируются внешним эффектом, визуальными эффектами и так далее. Ну, посмотрите на мою силу, и посмотрите на импортную. Зачем 3 миллиона отдавать, когда можно купить за 800 тысяч силу, которая раскладывает 100 гигитар с точностью плюс-минус 40 килограмм. Но с такой же точностью раскладывает импортная селка с электроникой и так далее. Но тоже 40 килограмм на 100 гигитар. Какие проблемы? Что ещё нужно нам? 800 тысяч или 3 миллиона? Я это называю эффект, называю эффект. Мужики, давайте купим кружку с лазерным прицелом пивную и будем пить пиво, и наливать туда чёртки чего, и считать, что это замечательное пиво. Для меня лучше пиво выпить, пиво выпить с бутылки, но хорошее. Вот у меня всё. Спасибо, Леонид Фёдорович. Я вам обещаю и говорю, что мы с Леонид Фёдоровичем вместе работаем. Сегодня вошёл член инвестации, и все его изобретения, его мысли, идеи, мы будем претворять реальную жизнь, реальную экономику, как сказать, нашей Кубани. Да, может, вопросов действительно нет, Фёдорович? Да, может, кто-то хочет достать, а кто-то, кто-то не слышит. Спасибо. Да, мы потом всё равно будем обсуждать, коротко у нас время. Да, я понял. Есть ли? Говорим или нет? Говорим. Слушаю тогда. Гаим Фёдорович, вопрос. А сервисное обслуживание? Может быть, кто-то, так скажи, в красивую упаковку ведётся за тем, что там приедут, подкрутят, поушутят там что-то? Ой, замечательный вопрос. Мною разработан, приведу к примеру, мною разработан. Господин Абалмазов прекрасно это знает. Пошёл 9 лет назад передвижной мобильный сервисный комплекс для обслуживания агрегатов. Эта операция началась в 1994 году, когда был провал, когда не было никаких эффектов. Было предложено стороной сельскохозтехнике идея производства мобильного агрегата ПАТА, передвижной агрегата технического обслуживания и ремонта. Вот сегодня он выпускается, больше 400 штук он живёт, и вот ребята сказали, на этой неделе уже 4 штуки продали. Так вот, по поводу сервисного обслуживания. Может быть, два момента. Первый. Мы содержим у себя высококлассных механизаторов, культурных механизаторов, да? И они решают проблему сами у себя, как и каждый в доме своём, что-то же решаем, да? Большинство проблем, и не обращаемся зачастую к сантехнику и так далее. Второй вариант. Мы можем содержать много тупых механизаторов, но нас будут обслуживать, извините за слово, за грубо, ну, чтобы быстрота была, да? Но нас будут обслуживать люди-приезжие. Но, извините, есть один прокол, принципиальный прокол, который невозможен. Я не знаю, как её решить, может, кто-то знает. Ведь эти приезжие приедут, живущие на асфальте, и под крышей, они чему-то нас будут учить, там, крестьян будут учить, они понимают тех процессов, они понимают глубину всех происходящих процессов. Наврядно. Тогда получается, что у нас разрыв между товаропроизводством сельскохозяйственным и промышленным начинает возрастать. А к чему это приведёт? Мы можем неуклонно идти к западной модели. В чём заключается западная модель? Вот сегодня нам много примеров приводят и так далее. Но на Западе уже нет сельского хозяйства. Его давно нет. Там агробизнес из производства, с конвейером, который производит продукты, и корма. Всё. В этом агробизнесе занято 3% населения. Три. А у нас 40%. И мы должны заводить в сельских территориях. Обезлюдование наших территорий – это гибель нашей страны. Так что нам делать? Сельскохозяйственную службу привозить с городом, угнать туда людей из села? Или работать на месте с грамотными людьми? Я не знаю ответа на этот вопрос. Реально не знаю. Но предлагаю, и что мы должны идти по пути, не урбанизации поселений, а создавать интеллектуальные центры, интеллектуальные службы, повышать квалификацию наших местных людей, механизаторов на месте. Я правильно понял суть вашего вопроса? Да, вопрос правильный, тогда продолжение. А гарантийный срок? Какой вы даете за дел, что техника будет работать год-два, и у нее не нужно влезти? И если там мозги? Вот буквально позавчера мы обсуждали, сейчас многим, в том числе руководителям, интересно знать, где техника находится, каким образом она используется. Для этого применяются определенные технические устройства. Вот чтобы не повредить иностранные агрегаты, там присутствует такой индукционный принцип, чтобы не влезть, не повредить проводку, не повредить мозги, и тем самым не потерять гарантию. Вот у вас на сколько за дело, так скажем? На год, на два наломаться не будет. И есть ли там электроника в этой конструкции? В моем начале беседы я попросил, что я буду говорить честно. Честно с ним всегда бывает мягко, да? Будем говорить честно. Вот мы создали комбайн, зерноуборочный комбайн, по принципу, только не обижайтесь, для техника это понятно. Он дуракоустойчивый, дураковосприимчивый, дураковуправляемый. То есть, вы понимаете, какая проблема? Вот вы задронули вопрос, на который очень много надо говорить, но смысл в чем? Инженера мы готовим лет 15, агронома лет 15, зоотехника, да, 15 лет, а механизатора после Нагорного института, у нас училище называют так, новокубанское, да, который должен, кажется, уметь сеять, пахать, культивировать, понимать удобрения в электронике и все прочее. Что же мы делаем? То есть, мы учить перестали, практически перестали. Так вот, Владимир Магниш-Ленин, руководитель проветрята, хорошую фразу сказал, учиться, учиться, еще раз учиться. Вот надо учить нижний и средний персонал, чтобы решать технические проблемы. Теперь по поводу надежности. Я вот сказал, комбайн по принципу 3D, да, построен. Так она и вся должна быть техника спроектирована так, чтобы человеку не надо было иметь большого интеллекта, ключи в руке и какую-то мать с нею разбираться. Тогда не нужно контролирующие приборы. Вот смотрите, вот зернооборочный комбайн, на нем, скажем, 35 точек смазки. Импортная система предлагает, мы вам, мужики, за 80 тысяч поставим систему центральной смазки. Красиво, изящно, эффектно. Но система центральной смазки стоит 80 тысяч. Эти деньги надо отбить каким-то образом, заработать, да? А потом она лишает механизатора возможности контролировать, вообще смотреть на машину. Потом происходит срыв, который уже не перекроешь ничем. Рядом в хозяйстве из-за этой системы простояло 15 дней два не холода. 15 дней, пока со штатов привезли все детали и последствия нет. Можно это быть? Нужна она кружка с лазерным прицелом? Может, нужна. Кому-то нужна. Но я считаю, что надо работать от механизатора и выше, но не наоборот. Спасибо. А можно все-таки у нас такой конкретный разговор, такой дотошный, извините. Но все-таки, понимаете, мы обсуждали, сейчас, например, мы находимся рядом с обраходником Кубань, может быть, даже рядом с землями. Вот у них система, которая налажена, трактор, машина, не выйдет из гаража, пока вот эта система не отобьет, например, если уже пришло сервисное обслуживание, из гаража машину не выпустят, пока не поменяется масло, пока не поменяется какая-то часть, которая, соответственно, это пришло ей время. Плюс, та техника, которая у них используется, электронная, она предупреждает о том, что сервисное обслуживание наступит через месяц. Детали, значит, уже заказывают. И, соответственно, она приходит к тому моменту, когда ее нужно менять. То есть мы приходим к тому, что у нас компьютеризация побеждает. Поэтому я хочу понять, вот все-таки, в чем наше преимущество, ну, кроме того, что мы должны учиться, учиться, учиться и научить тех, кто на ней работает, в чем наш приоритет, вот нашей техники, которая может быть конкурировать, будет с той, которая производится там, на Западе, и имеет свои мозги, которые мы научились обходить, вот наши умельцы, которые выступали два дня назад, они научились разбирать, ну, не разбирать, а индукционно проникать вовнутрь этих всех устройств и считывать эту информацию до приезда гарантийного специалиста. И отключать, если нужно, и отключить, и так далее. Все логично. Я в продолжении вашей информации изложу такой момент. У нас в опытном хозяйстве Ленинский путь, наши уже умельцы, колют двигатели джон-дировские, подбирают поршня и шатуны из подходящих каких-то элементов, и опять ремонтируют, да? Хотя в тракторе джон-диров где-то 15% заложено на электронику. А петель только растачивает шатуны, подрезает шатуны, сворачивает и запускает. Понимаете, вопрос очень... не быстро ответить невозможно, быстро на него ответить невозможно, но любая компьютеризация у нас в России, я считаю, приводит к обезлюдиванию сельских территорий. А это погибли. Зачем мне покупать в Соединенных Штатах замысловатую электронику, если у меня Вася, умелец, пусть он останется дома, будет жить, будет рожать, в селе будет численность населения, да, и он решит эту же проблему. Теперь по поводу технического сервиса. Меня иногда поражает. На тракторе есть такое устройство. Оно стоит 22 рубля, по-моему. 22. Называется счетчик моточасов. Но глянь же, что именевое написано. 60 плюс-минус 2 часа. Ну, обслужи технику. Ну, почему должна прийти команда через ГЛОНАСС, через Москву, управление сельского хозяйства, слушай, ты смазал ее или нет? Я нормально рассуждаю, да? Так, может, мы по такому пути пойдем? Я не знаю, какой пути. Я просто для себя выбрал, что вот я могу изобрести. Вот увидел проблему, мышей ходят, посмотрел, сам ходил, был фермером, да? Ну, что надо сделать? Посмотреть, что сделано в мире? Французы только попытались. За 49-го... Самый древний патент 49-го года. А с 49-го года, по 2015-м, никто не занимался разбрасыванием мышей. Решили проблему, поскольку у нас, чисто по-русски. Берет, заряжает разбрасывательное удобрение и тотально, тотально, заражает все. Слушай, ну, мужик, ну ты же здесь живешь, ты же и зайца убил, и сороку убил, да? И синичку же убил. Зачем же ты тотально, когда надо не 200 килограмм, а все, и 5, но разности руками. Вот предложено устройство. На этом примере я могу, так сказать, еще раз попытаться убедить вас и склониться к своей точке зрения, что мы можем решить наши проблемы гораздо дешевым способом, только надо прудиться собственным маслом в голове. И все, больше нам ничего не нужно. Только не оглядываться на Европу. Почему? Потому что у меня уже сложилось устойчивое убеждение, что если взять дурь, простую дурь, замешать на лицемерии, потом круто сдобрить это подлостью, то это почему-то будет называться не европейской ценностью. Ну и так далее. Но я так считаю. Время может так не считать. Спасибо, Леонид Федорович. Спасибо большое. А ваши контакты просят? Хорошо, он будет здесь. Давайте мы пройдем в совещание. Совещание пройдем, потом мы еще с вами посоветуемся. Но учитывая, что Леонид Федорович выступил, я хотел сейчас слово предоставить батарею Михаилу Ивановичу, профессору заведующего штрафа для ремонта машин и материаловедения. Поэтому соединим мысли. Спасибо.